окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате альфред кичкок вертига головокружение новый интерактивный триллер запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы начинаем новое прохождение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик игра поддерживает геймпады я буду играть именно на геймпаде так яркость а вроде все нормально автосохранение в игре хорошо а и и и и и и и и Следы шин. Что-то пытаемся вспомнить. А мост через каньон Бруди. Там кто-то стоит. Папа? О, РБ нужно было нажать. Я не успел. Ну да ладно. Действия персонажей. Чтобы выполнить действия поочередно. А, поочередно их нужно нажимать. Я думал нажать держать. Понял. Так, так. Папа? Побежать к нему незаметно приблизиться. Давай беги, наверное. Пока ты будешь приближаться. Что такое? Чего это он... Машина там перевернутая. Моя машина. Дженни. Да. Папа? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пустите меня Я как он Нормально кто-то напал на нас Лу, я скучаю, Джулия Больше это не повторится Прошу тебя Роберт Керриган, доктор Ломас, мне нужно с вами поговорить Это срочно Девушки отдыхают Девушки отдыхают Привет, дорогуша Он был за рулем, когда их машина упала с обрыва Он пытался покончить с собой и пролежал неделю в больнице Он не может встать в кровати из-за головокружений, кажется Да, и еще у него было обезвоживание, скорее всего из-за алкоголя Роберт Если тебе не сложно, я все оплачу Транспортные расходы, отель, твой гонорар Все, что понадобится Роберт Если тебе не сложно Кажется, я припоминаю этого Эда Миллера Писатель, да? Тот, из-за кого все и началось? Вертикл Головокружение Субтитры создавал DimaTorzok Клэр Миллер? Я доктор Ломас Роберт Керриган Доктор Вы не представляете, как я благодарна за то, что вы возвращаете Эда домой Так, не стоит благодарить Это меньшее, что могла сделать От ЭЛА сюда далековато Когда вы будете здесь? Если все будет нормально, завтра рано утром Я хочу начать как можно раньше Я буду ждать вас Приятно познакомиться Я доктор Ломас Доктор? Доктор Чуваимина Бакалавр философии Калифорнийского университета в Беркли Магистр системной семейной психотерапии Мичиганского университета Зачем, Роберт? Ну зачем? И доктор клинической психологии Стэнфордского университета Ладно Я дам вам полную свободу действий с моей памятью, моей травмой, моей комнатой и моими проблемами У вас есть один час Один Хмм, преодолеть скептицизм Эда Это что было? А, это получается, РБ мы нажимаем Мы видим, собственно, подсказку по тому, что нам вообще делать нужно Когда в важной точке есть доступные несколько действий Нажмите кнопку нужного вам действия Так, понял То есть вот сейчас наша задача преодолеть скептицизм Эда Так, а мы давайте выбирать, что мы можем с этим сделать Поговорить с ним Вспомнить, посочувствовать Пора поработать Прикроватный столик, что там? Ни книг, ни пульта, ни планшета, ни телефона Как он проводит время? Тапочки Спросить про тапочки? Посочувствовать тапочкам или что? Не понял Больничная утка Вспомнить, спросить Так, ну я не думаю, что он нуждается в сочувствии В том плане, что Он не выглядит так, как человек, который хочет Чтобы его жалели и ему сочувствовали Ему это не нужно Тапочки, давайте спросим Хорошие тапочки Как тонко, доктор Давайте вспомнить Посмотрим Что-то даст У пациента не обнаружено каких-либо признаков травмы внутреннего уха Что исключает все физиологические причины Эти приступы акрофобии могут быть неврологического происхождения И связаны с последним травматическим эпизодом Как вы и предполагали А что насчет его дочери и той женщины? Нам что-нибудь известно? Судя по документам, у мистера Миллера нет детей Что касается той женщины, он называет ее Фэй Нет, ничего Хотя я с уважением отношусь к вашей просьбе о лечении вне госпиталя Я... Он мой пациент, доктор Так, по документам у него детей нет Интересно Ладно, давай, пора поработать Начать терапию Ну что, приступим? Тик-так, доктор Почему Роберт Кэрриган хотел, чтобы я с вами встретилась? Как вы думаете? Потому что он богат? Чувствует вину? Ему просто скучно Я думала, вы были друзьями А это что-то меняет? Вы вините себя в смерти Двух людей Дочери и матери А вы не хотите мне верить? Естественно Нет никаких документов о рождении вашей дочери Я еще не признал отцовства Все произошло слишком быстро Как вы себя сейчас чувствуете? Довольно дерьмово Как будто ко мне пришла какая-то идиотка И начала посыпать солью мою рану Если вы готовы уделить мне лишь час Можно отвечать так, чтобы он был хотя бы плодотворным Дерьмово Почему? Почему? Из-за того, что я потерял дочь Из-за того, что я убил двоих людей Из-за того, что все считают меня психом Из-за того, что я писаю в бутылку, будто бы созданную Из-за того, что все такое нереально Из-за... Из-за вас Так что сойдет дерьмово Или мне продолжать? Ммм Все будет хорошо Кто дал вам ученую степень, доктор Сьюз? Убедите меня, что эта женщина, Фэй, существует Что вы хотите узнать? А что вы готовы мне рассказать? Это было... Примерно год назад То есть, получается, тел там не нашли И только лишь он утверждает, что погибла его жена... Получается, женщина и дочь Но тел-то их там не было Вот в чем дело-то он так считает Я как раз собирался сесть поработать До этого я несколько лет был в творческом кризисе Но вспомнил кое о чем, что однажды сказал в интервью Сегодня мы поговорим о том, как вновь пробудить свою креативность с Эдом Миллером, автором книги «Лицом в землю», возглавивший чарт в этом месяце Эд, могу я называть вас Эдом? Добро пожаловать и мои поздравления Спасибо Хотя я не был уверен, что вы берете взятки Хорошая икрада Хочу уточнить, что это шутка Не забывайте, Эд, вы на общественном радио Так это хорошо, значит никто все равно не услышит Ладно, хорошо Итак, Эд, у вас когда-нибудь был синдром чистого листа? Он у меня постоянно И как вы с ним боретесь? Я устраиваю что-то вроде, не знаю, разминки Если разум не хочет начинать, значит нужно обратиться к телу Вот я и позволяю глазам искать отправную точку Так, на проэлектрический кризис написать абзац Ищем отправную точку Вот это вот она, дерево, да? А других вариантов и нет Нет, есть птицы Птицы, дерево Что? Опора линии электропередач Ну пускай, наверное, дерево будет Мне дерево это нравится А ну давайте выберем отправную точку Дерево После того, как глаза находят нужное слово Наступает черед пальцев Я позволяю им писать все, что им захочется Отталкиваясь от этого слова Главное не думать Дать им волю Страх, отвращение, гнев Страх пускай будет От любого дерева можешь ты есть Только от этого не ешь Испуг Голос продолжил Наказание за неподчинение мне Пот лица твоего Плач Усталость и смерть Ужас давайте Послушная пара В ужасе побежала от дерева Они бежали Обливаясь потом Бежали, обливаясь слезами И бежали Бежали А затем, когда усталость взяла свое Они перестали бежать Интересно Неплохо Хорошее начало Я б почитал книгу Покорми катейку Серьезно? Петроний Зовут Покормить Петрония Так, беспроводная Зарядная станция Привет Угадай, кто звонит Ты, наверное, даже не представляешь Откуда у меня твой номер Знаешь Я бы хотела снова с тобой встретиться Ой, кажется, я потеряла сережку А если найдешь? Так, мы можем походить здесь и смотреться Так, сейчас, сейчас, сейчас Петроний Странновато звучит имя Для кота Петроний Атаманка Там можно лечь полежать, наверное Тут что? Книжный шкаф Камасутра Книга джунглей Иду, иду Книжный шкаф 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 Пожалуйста, откройте дверь! Миску? Мне важнее наполнить миску коту, чем дверь открыть. Вот. Котейка пускай кушает, а теперь можно уже и дверь открыть. Здрасте. Она подвернула щеколотку. Так больно. Придется ампутировать. Кажется, где-то здесь у меня была пила. Милости прошу. Серьезно? Нет, просто шучу. Точно. Можешь мне помочь? Мой телефон села других домов поблизости нет. Я не врач, но на вид все плохо. Нужно отправить тебя в больницу ведь? Я немного занят, но я отвезу тебя в больницу. Нет, не надо. Я сейчас в поиске работы. Ни страховки, ни денег. Мне нужно прилечь, пожалуйста. Ладно, мы можем осмотреть рану здесь. Проходи. Осмотримся. Ну, если зальешь все кровью, оттирать будешь сама. Можно на тебя опереться? Может, стоит спрашивать до того, как на кого-либо опираться? Ай-ай. Постой. Помедленнее. Подожди, не так быстро. Не пойму меня неправильно, но было бы быстрее, если бы я тебя отнес. Я могу идти. Просто идти помедленнее. Ай. Ладно. Отнеси меня. Ладно. Мне придется взять тебя вот здесь, хорошо? И здесь. А затем поднять. Не возражаешь? Да. Хорошо. Ты точно не против? Я точно не против. Ладно, поднимаю. Эй. Я настолько тяжелая. Если бы ты только сняла свой рюкзак. Так. Теперь я тебя опущу. Постой, подожди. Дай я сниму рюкзак. Сейчас? Ты хочешь, чтобы у меня и спина заболела? Моя уже болит. Ладно. Можно? Да, можно. Точно? Да. Хорошо. Фух. Наконец-то. Спасибо. Так, мы можем пойти наверх продолжить писать, но что мы просто так ее бросим? Все нормально? Удобно? Думаю, удобно, насколько возможно. Спасибо. Как ты сказал, тебя зовут? Меня зовут Эд. Меня зовут Эд. Спасибо, Эд. А я Фэй. Не мог бы ты принести немного льда? Давай свой телефон, я его заряжу. Мне не сложно. Я оставила машину у входа в парк. Как только опухоль спадет, я вернусь туда и больше не буду тебе мешать. Хорошо? Хорошо. Так, помочь Фэй принести лед, зарядить телефон. Так, хорошо. Мы, кстати, здесь еще не гуляли, не осматривались. Плед здесь есть. Эд, дорогуша, а ты получил маленький плед, который я шел для Петрония? Тетя Клэр? Какой плед? Разве котам нужен плед? Его уже должны были доставить. Минутку, недавно я получил посылку, а сейчас посмотрю. Плед для кота. Ох, у него какие окна большие. И вид как раз на вот это дерево, шикарный вид. Вообще, классно тут. А тут еще и выйти можно. Интересно, бывает ли здесь зима? Если бывает, то каково здесь с отоплением? Так, тут у нас душ. Кстати, классно, смотрите, как сделана ванная. Шикарная. Вообще супер. Так, стоп, а здесь дверь. А, есть дверь. Вон она. Так, лед. Где у нас, где у нас кухня? Вон кухня. Не мог бы ты принести немного льда. Да ну что тебе, сложно что ли помочь человеку? Ей же больно. Я. Конечно, мог бы. Стой, стой. Аккуратно. Ох, как хорошо. Ох, как хорошо. Тебе больно? Лед поможет. А мне поможет сон. Не дать Фей замерзнуть. А, я понял уже, что нам для этого нужно. Ну вот этот плед. Ну, слушай, Петроний, тебе что, жалко, что ли? Петроний. Давай, слезай. Ну же, шевелись, слезай давай. Дай,Tsuk. Май,ешь. Петроний. Май. 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 Так А нам нужно телефон поставить на зарядку Я еще кухню не до конца осмотрел Я хочу все-таки осмотреть А здесь что Да мы не можем А это дверь входная А там что еще Площадочка такая Интересная Петроний Не обижайся Но не будь жадиной Там человеку плохо А ты жалеешь плед Это что Вино нам сейчас не до вина Я думаю Остатки еды Может их убрать нужно Что? Пет, ты тоже не умеешь готовить Прибраться Да, давай приберемся Так, может быть Вино тоже убрать нужно отсюда Спрятать Оставить на виду Да ладно, пускай остается Это Это не пустые бутылки Это чисто вино В смысле А что ты делаешь? Пускай бы стояла Где стоит Что ты Ну ладно Решил, чтобы прям Четко было видно Бутылочка вина Вот тут Ну, может быть Она захочет Пусть будет Так, здесь у нас В общем Прачечная Сушилка Стиралка Тут Гладильная доска Потерянные носки Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Потерянные носки Если потерялся один носок То Оставшийся вешается на крючок Вдруг когда-то пригодится А что тут у нас? Кошачий корм Сколько же можно есть Нет-нет Мы будем слушаться ветеринара Ну, я думал Еще насыплю ему Так Нужно телефон поставить На зарядку Зарядить телефон Фэй Есть Так, ну что нам остается Продолжить работу Наверное Ну, давай поработаем Пока она спит Эд? Эд А ты здесь? Я здесь, наверху А, здорово Я думала, ты ушел Эй, лед сработал Моя лодыжка Как новая На тебе все быстро заживает Как и всегда Кстати, спасибо за плед Благодари кота Это его плед Кота? Смело Лично я бы предпочла Замерзшую девушку Недовольному коту К тому же я быстро согреваюсь Ты уже ел? Ты уже ел? Я проголодалась Мне спуститься и приготовить тебе что-нибудь? Что-нибудь Мое любимое блюдо Вкусно получается? Вкусно получается? Если честно, ужасно Звучит аппетитно Но если ты не против Я приготовлю что-нибудь сама Нам же лучше Не, ну все-таки у нее лодыжка не как новая Определенно Давайте, значит, что мы здесь выберем? Какую эмоцию? Пускай будет гнев Висельное дерево Больше не выдерживает Пускай будет Агрессия Последний преступник Повешенный на ветвях дерева Несколько часов назад Демонстрирует весьма странное поведение Он борется с петлей Пытаясь ослабить ее ушей И корчится, задыхает Замкнутость Дерево всегда предполагало Что они просто замкнулись в себе И однажды начнут отвечать Но сегодня оно наконец приняло правду Они не стесняются Они просто нехорошие люди Кое-кто выглядит довольным Я не вовремя? А? Порнуха? Что-нибудь? Порнуха Это не... Я пишу О, ты пишешь? А что именно пишешь, Эд? Если честно Я пока не знаю Пока не знаю, к чему все это приведет Ну, тогда держи На случай, если тебя начнет мучить жажда Считай, что это мой способ Тебя поблагодарить Тост? А можно узнать, где ты его взяла? На твоей кухне Оно там стояло Я специально его оставил, чтобы ты его нашла Да ладно Я купилась Жаль тебя огорчать, но да Ты со всеми путешественниками так поступаешь? За эту неделю ты уже восьмая Бесстыдник И что дальше? А дальше тост Хочешь узнать что-нибудь еще? Спрашивай Можешь задавать вопросы, пока бокал не опустеет Чем более рискованный вопрос, тем больше будет глоток Что ты делаешь в озеро Сиро? Никогда не догадаешься Ищу кое-кого Кого? Если честно, пока не знаю Маленький глоток А чем ты занимаешься? Не буду задавать тебе классический вопрос про работу или учебу, но... Ты работаешь или учишься? Ни то, ни другое Я только защитила диплом По... Психологии Маленький глоток Ладно, у тебя остался последний вопрос Не облажайся Последний вопрос Хочешь остаться здесь на ночь? А ты меня укроешь, как в прошлый раз? Даже лучше Даю слово Слова Теперь я понимаю, почему твой язык так хорошо подвешен Вульф, Бирск, Лад, По Сколько трагичных смертей Мне пора испугаться? Там нет моего любимого Сына Красного Корсара Эмилио Сальгарри, верно? Как он умер? Самоубийство Нет, точно Пора испугаться Эй, смотри Этот еще жив Я спасена Это же наша книга, получается Тебе нравится Эд Миллер? Хм Эм Эд Миллер? Он придурок Ага Я тоже так думаю Знаешь что? У меня есть целая история, связанная с этим парнем Хм И что за история? Плохая Он тебя как-то обидел? Что самое ужасное, он об этом даже не знает Мне было Примерно 13 Я была одержима этой его книгой Ну, в более душевном смысле Я узнала, что у него будет автограф-сессия в Росмарбукс Я сделала вид, что заболела, чтобы не ходить в школу Но мои родители не поверили Попыталась уйти во время перерыва, но меня поймали После школы я бежала так быстро, что у меня сломался каблук И я вывихнула лодыжку Но я добралась Встала в очередь и ждала, ждала Дождалась, что передо мной оставалось всего три человека А затем заявился тот старикан, его издатель, кажется, белые волосы, белый костюм Ты еще здесь? А как же интервью на радио? И увел его Конец Я даже лица его не увидела Домашний арест был даже хуже лодыжки, но все равно не настолько плохо, как ощущение разочарования Ничего удивительного, мне было 13 Ты правда никогда не видела его лица? Он все время смотрел вниз на книги, а к тому же впереди были люди И ты никогда не видела его фотографии В сети, в газетах Может и видела, а я не помню Переверни книгу Да Нет Да Конечно Первое, что ты мне сказал, что тебя зовут Эд Я должна убедить своими собственными глазами Петроний, что я тебе говорил, а? Прости, больно, лодыжка болит Ничего, все в порядке, думаю, я просто ему не нравлюсь Ему ни одна девушка не нравится, а такой и собственник А, так у тебя тут много разных девушек бывает? Нет, никто сюда не приходит, только мой сосед Сэмюэль Франклин О, хочешь, я закрою дверь и выключу свет? Или лучше принести еще бокальчик? В любом случае Мне уже 23 Я никогда ничему не научусь Ты помнишь песню, которую Бастер поет в конце книги? Я же ее написал И музыку-то написал? Это же роман Там нет музыки Ее не слышно Слышно? Что? Как? Спой Не буду Ну же, спой Нет, нет Пожалуйста Спой мне, спой мне, спой мне У тебя очень приятный голос Я уверен, ты отлично поешь Слышишь? Я не знаю 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а потом... Я не думаю, что мне стоит вдваться в подробности того, что произошло. Я представляю. Я бы не был так уверен. Но все же есть кое-что, что я хочу узнать. Вы помните дату, когда это произошло? Я даже сегодняшнюю дату не знаю. Наш мозг собирает намного больше информации, чем нам кажется. Нет, нет, нет. Вы хотите меня загипнотизировать. Я думал, что уж Роберт-то нанял бы профессионала. Чем больше вы препятствуете моей работе, тем дольше мне потребуется времени, чтобы ее закончить. Ха! Давайте вернемся к тому дню. В прошлом вы написали роман, но с тех пор годами страдали от творческого кризиса. Вы смотрите в окно своего кабинета. Листья танцуют на ветру. Высоко в небе поют птицы. У вас в руках глиняная кружка, согревающие чувства, успокаивающий аромат. Вы смотрите на дерево и внезапно вас осеняет. Ваш кот прерывает вас, прося его покормить. И когда вы идете, чтобы дать ему корм, оказывается, что у двери кто-то есть. Что ж, ребята, я думаю, подходящее время, чтобы перерваться. Такая вот интрига. Он сейчас, ребята, рассказал свою версию того, как он помнит, как происходили события. Но сейчас мы его погружаем в состояние гипноза. И, возможно, мы узнаем, как все было на самом деле. Возможно, на самом деле все было по-другому. Мне прям очень интересно. Что я могу сказать по поводу этой игры, ребята? Пока что вот геймплей как бы здесь, ну ничего такого необычного. Просто обычное интерактивное кино. По сути, QTE элементы. Нажимая кнопочки, двигая стики. И все, ничего такого. Выбора особо пока что никакого важного такого тоже не было. Но я не думаю, что особо важно было, уберем ли мы грязную посуду. Или уберем, или не уберем ли мы бутылку вина. И все такое. А вот сюжет. Сюжет пока что очень интересный. Мне прям интересно узнать, была ли по-настоящему вот эта девушка. Все это, что с ней произошло. То есть действительно ли он виноват в чьей-то смерти или нет. Очень любопытно. Надеюсь, ребята, вам тоже интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok